МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Граждане пассажиры! Выход в город с правой стороны! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, помогите! Вы с ума сошли, вы чуть меня не стащили! А вы меня чуть не утащили. Моя картошка. Не волнуйтесь, я сейчас подберу. Господи, чего вы крутите? Ищу вашу авось. Да она за спиной у вас, авоська. Да, совершенно верно. Теперь опять жди трамвая. Вы что, думаете, мне это легко держать, да? Давайте я вам помогу, ведь это дети. А вы не видите? Нет, вижу. Но вы такая молодая, и вдруг дети. Вам это не нравится? Нравится. Собирайте лучше картошку. Хорошо. Товарищ Неропкин. Да-да. Ваша профессия. Руководитель. Я имею в виду специальность. Снабжение. Точнее, начальник базы горторга. Ну, запишем служащий. Не возражаю. Курите? Высший сорт. Выпиваете? Да ведь как-то так вот. А? Но только в своей компании. Это скромность или правда? Ах, доктор, вы меня мало знаете. Еропкин сказал, значит, все. Все. Оригинально. Так и запишем. Да-да? Да-да. Процедура окончена. Доктор. Что это? О! Алопеция. Что? Облысение на нервной почве. Но вы не волнуйтесь, еще два-три сеанса и все как рукой снимет. Вы судите, доктор? Нисколько. Электризация это потрясающая вещь. Прошу. Садитесь. Сейчас я вам наложу гальваническую маску. Держите. 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 Э, кстати, вы женаты? Э, понимаете, не совсем. Напрасно. В двадцать лет ума нет, не будет. В тридцать лет жены нет, не будет. Жена, профессор, для Еропкина не проблема. Я это мероприятие запланировал на ближайший квартал. А, оригинально. Спокойно, спокойно. Попей песню мою, для тебя я пою. Ты запомни ее навсегда. Надо мной, над тобой, над широкой землей, Словно стуны поют проводок. Если, милые, вдали телеграмм вошли, И печаль пропадет без следов. И горячий привет, и сердечный ответ Донесут, принесут провода. И горячий привет, и сердечный ответ Все несут, принесут провода. Доктор! А? Доктор, меня, кажется, сняли со снабжения. А, это, кажется, меня сняли со снабжения. Что вы говорите? Дитя мое, что вы там делаете? То, что вы видите, доктор, выключаю свет. У вас перерасход энергии. Да, но у меня пациент под током. А у меня наряд в кармане. Ну, это, это... Доктор, что случилось? Сеанс окончен, у меня выключили ток. Ну, как же так? Вы опроцедурили меня всего на 50%. Правильно. Но, к сожалению, у меня вышел весь лимит. Ерунда, это мы сейчас все утрясем. Где этот ваш монтер? Нет, но у меня действительно перерасход. Перерасход понятия растяжимый. Профессор, вы ребенок. Дитя мое, но вы думаете, что вам удастся уговорить монтера? Удастся? Ероткин сказал, значит, все. Позвольте, позвольте. Что такое? Позвольте, я вас распинту. Не надо. Я так произведу большее впечатление. Да впечатление психически ненормального. Психическая атака. Позвольте, 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 позвольте. Что такое? Позвольте, позвольте. Это Вадим Спиридоныч, наш сосед. Товарищ Еропкин. Вадим Спиридоныч. База закрыта, товарищ вас не могу. У него бред. Это лёгкий шок. Кто вы, кто? Это я, Люба. Любочка. Вадим Свидонович, это я, Люба Красёв, ваш соседка. Вас немножко шоком, то есть током тронуло. Шоком, током, законодатель. Да, законодатель. Доктор, возьмите вашу аллопитию, пожалуйста. Ради бога. Пойдёмте, Вадим Свидонович. Спокойнее. Пойдёмте к вашей машине. Ой, 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 осторожно, осторожно, осторожно. Товарищ Щеропкин, я сейчас. Садитесь, товарищ Щеропкин, садитесь в машину. Вадим Спиридонович, я вас до дома провожу. Куда ехать-то? В амбулаторию. На базу. Эй, постойте, постойте, постойте. Мой пеньюар. Скажите, это у вас что, мальчик или девочка? Не знаю. Так, а разве это не ваши дети? Конечно, нет. А где же вы их взяли? В капусте. Как в капусте? Так, в капусте. Наш огород находится у самого полосна железной дороги, понимаете? Как раз у нашей капусты остановился поезд. Из вагона вышли двое военных. Говорят, гражданка, эти дети в дороге потеряли своих родителей. Пожалуйста, доставьте их в детский дом. А как же мать? Наверное, с ней случилось несчастье. Бедняги. Их жизнь началась с катастрофы. Счастье, что они попали к вам в руки. Счастье, что я вас встретила. Вадим Спиридонович. Да-да. Ну как вы теперь себя чувствуете, а? Благодарю вас в норме. Вы со мной, и я почти здоров. Я не виноват, Вадим Спиридонович, что вас... Законтачила? Да. Вы сами были неосторожны. Любочка, я вас не виню. Вы знаете, я даже рад, что случилось это небольшое такое тролливале. В этом, знаете ли, видна рука судьбы. Да? Да. Мне минуло шестнадцать лет, но сердце было в поле. Я думала, весь белый свет, весь белый свет, наш бор, поток и поле. К нам юноша пришел в село, кто он отколь, не знаю. Но все меня к нему влекло, к нему влекло, все мне твердило. Ну вот, мы и дома. Любочка, разрешите к вам зайти вечерком попозже? Пожалуйста. Вы знаете, мне сегодня какое-то приподнятое настроение. Ну еще бы, ведь вы же выдержали нагрузку в двести двадцать вольт. Любочка, ну что у вас за характер? А что, вам не нравится мой характер? Нет, характер у вас очень милый, но он требует надлежащего руководителя. А, ничего, пока сама справляюсь. Да? Да. Спарк. Гражданка, да ведь я же вам говорила. Мы ваших детей принять не можем. Ну что же мне делать? Ну не знаю. У нас карантин. Пожалуйста, подержите. Гражданка! Стой! Дети, вы говорите, стой! Что такое? Мне заведующий. Я заведующий, в чем дело? Мне нужно сдать вам детей. Я говорила ей, что у нас карантин. Ну мало что вы говорите. Успокойтесь, гражданка. Мы действительно ребят не принимаем. Видите, у нас пусто. Вы, как мамаша, должны это понять. Мамаша? Да я не мать, я только взялась их доставить. В таком случае отвезите их в Ивакоприемник. Мне некогда с ними разъезжать. А мы можем принять только завтра. Завтра, а на работу я опаздываю сегодня. Ну что? Не берут. А что же нам теперь с ними делать? Не знаю. Если я их сейчас понесу домой, я опоздаю на базу, и меня запишут про ГУ. Да вы не волнуйтесь. Из всякого положения можно найти выход. Какой? Вы где живете? А что? Любочка, вам надо перестать прыгать по столбам. Не собираюсь. Вы девушка интеллигентная и культурная. Вам нужна другая атмосфера. Вам нужно получить от жизни, так сказать, персональный лимит. Например? Ну, солидного мужа, спецнабжения, закрытый распределитель. Ну и прочие там трали-вали. Конечно, все это очень веско. Но, как вам сказать? Вы меня простите, Любочка, но я тогда просто не понимаю, что же вы хотите получить от жизни? Ребенка. Что? Ребенка. Румяного, пухленького и с ямочками на щеках. Ах, Любочка, вы так прямо ставите точки над И, что я постоянно теряюсь. Восхитительно! К вам очень идет эта оригинальная шелковая упаковка. Правда? Яроткин сказал, значит... Значит, все. Любочка, прошу вас. Что это? Один момент. Оп! Жиры, углеводы, витамины, витамин А, апельсины и, главное, дамская. Ну что, Вадим Спиридонович, зачем это? Ну, Любочка, небольшой банкет по поводу моего счастливого избавления от электрического стула. Это должно быть очень вкусно. Жалко, Лиды нет. Ну, я сейчас позову нашу квартирную хозяйку Аллу Владимировну. Один момент. Любочка, это будет совсем не тот банкет. Почему? У нас всего две персоны. А мы разделим, у нас будет три. Не стоит. Ну, в таком случае, Вадим Спиридонович, забирайте все это домой. Любочка, какой у вас ужасный характер. Вадим Спиридонович, я сказала, значит... Все, 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 все. Не будем ставить точки над «и». Здесь живут Карасевы. Да, да, здесь, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Любочка, вот, к вам. Вы Люба Карасева? Да, это я. Вот, вам просила передать сестра. Мне? Вам. В чем дело? Не знаю. Дети? Несомненно. Во всяком случае, пикампо. Что? Пикампо. А как они попали к Лизе? О, это очень длинная история. Поезд, огород, карантин. В общем, вам все сама сестра расскажет, а я тороплюсь. Моя миссия окончена. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Значит, прямо и налево. Смотрите. Они одинаковы, как без лизинки. Прелестные крошки. Ничего особенного, штучный товар. Они ведь, наверное, кушать хотят. Вы знаете, у меня на кухне греется молоко. А у меня кисель. Вадим Спиридонович, пожалуйста, подержите. Вот так. Только смотрите, чтобы они не упали. Агу, агу. Вот только вас и не хватало. Тролевали, 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 тролевали. Простите, я забыл свой головной угол. До свидания. Гражданин, один момент. Да. Она передумала? Как передумала? Как передумала? Позвольте, но ведь она так близко приняла это к сердцу. Кажите, тише, они спят. То она, а то сестра. Прошу вас, гудбай, дорогой. Гудбай, гудбай, гудбай. Позвольте. Ну ведь это же вы смутите. Ну что вы кричите и пугаете деток? Позвольте. Еропкин сказал, значит, все. В чем дело? Товар отпущен, упаковочка оригинальная. Гудбай, дорогой, гудбай. Не уродите деток, милый. А где же малыши? Этот тип забрал их. Не может быть. Почему? Передумал, понимаете, ворвался в комнату, отнял у меня деток, наорал на меня, что я не умею обращаться с детьми. Это я-то, вы понимаете, какая история? Обругал меня, сказал гудбай и ушел. Как же это? Пикантно. Хотя действительно он какой-то странный. Странный. Больше я скажу, он ненормальный. Прошу вас. Я не пью, Вадим Спиридонович. Ну, тогда витаминчик. О, свиная тушенка. Прелестный. А вы знаете, молочко, это очень пикантно. Ай-яй-яй, водишь, Спиридонович. Влипнуть в такую историю может только ненормальный субъект. Ты ненормален. Папа, что, что, сын мой? Папа, тут явно недоразумение. Недоразумение. Просто эта особо поняла, с кем имеет дело, и не будь дурой, избавилась от всех хлопот сразу. Неправда. Она просто просила их передать. В наше время это называлось подкинуть. Папа, ты мало понимаешь в женщине. Я? Я? Больше, чем ты в яблонях. Я уверен, что во всем виновата ее сестра. А если б ты видел эту девушку, ты б так не говорил. У нее честная и светлая душа. Душа. А, душа. Я знаю, из чего состоит душа. Особенно у женщин. Папа, ты не имеешь права так говорить. Имею. Я психоневропатолог. Очень хорошо. Только, пожалуйста, не кричи. Ты видишь, у меня на руках дети. А ты можешь их испугать. Испугать. Оригинально. Испугать. И должен тебя заметить, папа, что я имею ученую степень садовода. Так. А ты на меня кричишь, как на мальчишку. Так. И кроме того, мне нужно сейчас готовиться к докладу. Между нами, говоря, папа, ты очень плохо разбираешься в человеческой психологии. Хоть ты и психоневропатолог. А ты! Что? Что такое? Боже. Алёша, Алёшенька. Что такое, папа? Катастрофа. Что, дети? Да. Остались без молока. Ушло. Папа, у меня тоже неприятность. Я потерял где-то доклад о вегетации ранета. Это ничего. Но чем же мы будем кормить наших малышей? Вот в чем вопрос. Не знаю. О, я думаю, белок в их возрасте не повредит. Свори всмятку. Хорошо. Да, смотри, не перевари. Заметь по часам. Папа, ты мне делаешь замечание по каждому пустяку. Ну, сегодня мой день. Я сегодня дежурный по кухне и прошу меня не возражать. Ну, хорошо, хорошо. Папа. Ну, тихо, а то бах. Бах. Что ты сделал? Что ты сделал? Ты свалил подарок моего покойного дедушке. Да, действительно. Прости, пожалуйста, папа. Было темно. 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 Действительно темно. Пойди подключись к столбу. Что ты, папа? Ведь электромонтер выключил свет. Но у нас сегодня исключительная причина. Дети. Да, ты прав. Даже лучше, что он унес. Вообще устраивать детей мужское дело. Как тебе не стыдно? Дети были поручены тебе. Значит, ты за них отвечаешь. Отвечаю? Перед кем это? Хотя бы перед своей совестью. Еще что? Мы же с тобой сами воспитывались в детском доме. Ты должна быть чуткой. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты разыскала этого человека и возвратила детей. Ты с ума сошла? Я не то, что адреса, я имени его не знаю. Значит, ты первому встречному доверила две человеческих жизни? Нет, он оказался очень симпатичным. Он сам вызвался мне помочь. Ты, наверное, ему очень понравилась. Ну уж это тебя совсем не касается. Нет, это именно меня касается. Что это? Ничего. Детей я тебе найду, но возиться с ними будешь ты. Хорошо. Интересно посмотреть, какой у тебя будет вид, если детей опять не возьмут в детский дом. Пожалуйста, не пугай. И не думай. А вы знаете, мы уже к ним начали привыкать. Они в общем ничего симпатичные. Признаюсь, я был о вас худшего мнения. Я вашему сыну доставила много хлопот. Воображаю, как он ругал меня. Наоборот. Он в восторге от вас. Передайте ему привет. Ой. Что это? Возьмите, пожалуйста. Это же Алешин доклад. Он побежал за ним к своему товарищу. Он у нас его оставил. До свидания, дитя мое. До свидания. Осторожней, не сичи. Песни нежною, словно звон ручья, Светлой красы полна. Майский день зеленый, солнцем озаренный, Сердце приходит весна. Круг мой ласковый, где ты в этот час, Где ты, я жду тебя. В тихий святый вечер, жду желанной встречи, Сердце трепещет, любя. Любочка, можно к вам? Пожалуйста, Алла Владимировна, Только закрывайте дверь, сквозит очень. Пожалуйста. Боже мой, да у вас тут целая баня. Чистота, залог, здоровья. Можно попросить водички? Возьмите. Алла Владимировна, подайте нам простынку. С удовольствием. Неужели нам хочется возиться с ними В свой выходной день? В выходной день мы должны быть чистенькими. Не понимаю, не понимаю. Хорошо, глушала, Владимировна. Прелестные крошки. Уж не хотите ли вы усыновить их? А вы думаете, разрешат? Ну, спасибо скажу. Ну, я побежала. Послушай, Лиза. Что? Эти дети остались сиротами. Давай их усыновим, одного ты, другого я. Ты что, больна? Ничуть. Разве мы не сумеем заменить им мать? Мать? Не успеем оглянуться, сами бабушками станем. Если ты не хочешь, я их усыновлю одна, обоих. Ты это серьезно? Я не вижу, что тут смешного. Зачем ты собираешься это сделать? Ты только посуди, какая теперь будет у тебя жизнь. Ведь если бы один, а то сразу двое. Ну, не разлучать же их. А ты не шути. Подумай, какое теперь время. Ты с ними наплачешься. Ничего. Не так страшно. В чужом городе. Еще что? На чужой жилплощади и с чужими детьми. Заладила. Привет. Здравствуйте, Вадим. Сестричкам-лисичкам. О, хорошее. Здесь же дети. Как? Эти типы опять здесь? Да, здесь. И навсегда. Лизочка, что это значит? Это значит, что Люба сошла с ума. Что вы говорите? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Доктор! Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы без разрешения подключились к линии? Дитя моего. Во-первых, я уже сдал свою установку. И у меня перерасхода не будет. А во-вторых, у меня сегодня исключительные причины. И во-первых, и во-вторых, вы обязаны были сообщить на станцию диспетчеров. Дитя моего, я же... Нет, я там видел. Ой, ой, какое большое яблоко. Хорошо бы оно упало. Да. Ой, упало. Света, ой, какие большие куклы. Сказала, куклы, это живые. А у дедушки доктора нет детей. Значит, они ничьи. Давай их возьмем, а? Давай, пойдем, покажем маме и положим. Товарищ! Ну, делайте, что хотите, я тороплюсь в гости. Где у вас лестница? А? Лестница на дворе. Алеша, дай манчеру лезь. Ой, ой, погоди, погоди. Кисать, я сейчас поправлю, меня развернуло. Ой, у меня тоже. Осторожно, Света, осторожно, а то за плац. Сергей, видал няньки? Ой, ой, ой. А что же это, мальчики или девочки? А мы еще не знаем. Ну, сколько вы? Не знаете, откуда же вы их взяли? А, нигде они лежали. Подожди, они лежали, а мы их взяли. Как подержали? А кто же вам позволит? Никто. Как это такое? Скорее, не хотим. Ребят, что мы пошутили. Ребят, что же делать? Послушайте, гражданочка, вы не знаете, чей это ребенок, а? Вам лучше нас. Ой. Вот так история. Нечего сказать. Полюбопытствовала. Это ты первый начал? Нет, ты начал. Нет, ты. Нет, ты. Подошел, интересно узнать. Ну, что это, мальчик, девочки? Ну, вот теперь держи. Так ты тоже держишь. Так я держу, я? Ну, что ты-то. Ты лучше скажешь, что теперь делать. Что делать? Качать? А-а-а! СМЕХ 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 Интересно, а? СМЕХ СМЕХ Откуда? СМЕХ СМЕХ Откуда? Откуда? Айс принес, откуда? Ребята, доктор идет! Малундра, хлопцы! Товарищи, что за шук? Кто здесь плакал? Никто! Это я смеялся! Ну, я же ясно слышал плачь! А это у него такой смех сквозь слезы! Позвольте! Ведь это же дети! Это... это мои близнецы! Ваши? Ну, для моего возраста это слишком смелое предположение, но как они к вам попали? Нет, потому что мы гуляли, а в это время дети! Ничего не понимаю! Пойдемте со мной в кабинет! Музыка! СМЕХ ТЯЖС Благородный поступок! Вчера в городском ЗАГСе Гражданка Красёва оформила усыновление двоих детей, оставшихся без родителей. Одна я, одна я во всем виновата. Это я, это я одна во всем виновата. Суббочка, перестаньте рыдать, у вас будут преждевременные морщины. Преждевременные морщины. Они погибли, обретут, утонули, обхнули. Тогда дадет наслась. Родная мать, чепуха. Лизочка, привет. Вадим Спиридонович, извините меня, у меня такой вид. Здравствуйте. Не имеет значения, Лизочка. Садитесь, пожалуйста. Мерси. Лизочка, мне необходимо с вами серьезно поговорить в отношении сестры Люды. Вадим Спиридонович, вы сели в калошу. В отношении вашей сестренки Лизы, извините, мерси. Лизочка, вы знаете, что в отношении вашей сестренки Любочки я имею, так сказать, самые серьезные намерения. А она, понимаете, с ума сходит. Эти дети, понимаете. Детей нет. Что значит нет? Осталась одна корзинка. Что? Ха, нет, действительно, действительно детей нет. Лизочка, в этом видна рука судьбы. Люба говорит, что дети, наверное, пропали навсегда. Я готов вас расцеловать за это сообщение, но вы лучше подайте заявление, и я вас переведу в продавщицы первой руки. Привет. Сергей, ты вот что, ты здесь посиди, а я узнаю номер ее квартиры. Все. Что с вами? Кто вас обидел, а? Никто. Простите, гражданка Карасева здесь живет? Да, это я. Ах, вот вы какая. Какая? Ну, уж очень, как сказать, молодая мама. Нет, мама не я. Мама моя сестра. А что? Да, я ничего. Если она вам нужна, вы ее можете видеть. Она во дворе. Спасибо. Пожалуйста. А у вас такое лицо, что я подумал, именно вы должны были совершить этот прекрасный поступок. А, впрочем, внешность бывает обманчива. Прошу извинить. Что вы этим хотели сказать? А я хотел сказать, что малыши, потерпевшие аварию, нашлись. Нашлись? Точно. Может быть, я вам могу чем-нибудь помочь. Никто, никто мне нитем не может помочь. Жаль, что у меня руки заняты. Ну, что вам от меня нужно? О, радость моя. Прошу вас. Владимир Спиридонович. Лизочка. Опять рука судьбы. Что такое? Владимир Спиридонович, люди на близнецы нашлись. Снова? Да. Есть только одно средство. Избавиться от этих назойливых типов. Какое? Найти настоящую родную мать. Ну, где же вы ее возьмете? Я поднимусь на дно морское. Я опущусь под облакан. Вы хотите наоборот сказать? Я именно это самое хочу сказать. И вообще я вырву ее из-под земли. Понимаете, товарищ начальник, да? А она, может быть, захворала. Или, скажем там, ранена. Или даже контужена. Да, да, да. Да, да. А детей увезли? Все может быть, товарищ. В дороге все бывает. Совершенно верно. Товарищ начальник. Я прошу запросить все отделения и по линии, где находился эшелон. Да, да. Да, да. Все телеграфные расходы я принимаю на себя. Зачем? Это наша обязанность. Пожалуйста. Для счастья детей мне ничего не жалко. Это очень приятно, что вы такой отзывчивый человек. Детки, моя слабость. Пожалуйста, проходите. Заходите. Я вам так благодарна. Так благодарна. Но не найти слов. Слов и не требуется. Понимаем сами. Так разрешите откланяться. Нам пора. Приходите. Я всегда буду рада вас видеть. Ловим наслы. Проверим. Ничего, ничего. Не беспокойтесь. Простите. Я на вас накричала там во дворе. Ну, какие пустяки. Хотел бы я быть на его месте. Да, вот. До свидания. До свидания. До свидания. К струе ручья губами припади. Когда конец пути уедешь близкий. И вдаль опять поешь, как прежде ты. И скажешь ты спасибо светлым брызгам. С туденой голубой живой воды. С туденой голубой живой воды. Но есть ли ты задумчивый прохожий. Помимо любовной жажды иногда. Не пей воды, тебе уж не поможет. Прозрачная холодная вода. В груди пожар. Но ты себя не мучай. И я хочу, чтобы на сегодня ты. Что лишь один бывает в жизни случай. Печальной бесполезности воды. Печальной бесполезности воды. Здравствуйте. Ах, это вы. Да, это я. Я слышал, как вы поете. У вас чудесный голос. Ну что вы, что вы. Спасибо. Пожалуйста. Поздравляю вас от чистого сердца. Не понимаю, о чем вы говорите. Как о чем? О вашем благородном поступке. Что вы, что вы. Нет, у вас именно такое лицо. Меня никогда не обманывает наружность. Я счастлив, что познакомился с вами. Нет. Молчу, молчу. Мне понятна ваша скромность. Воды. Сейчас. Минуточку. Что такое? Чуть не забыл. Вот, розмарин белый. Очень полезен для детей в тертом виде. Вы их чем кормите? Они все едят. Картошку, селедку с лучком, мясо. Вы их неправильно питаете. Я вам буду регулярно приносить фрукты. Нет, вы их избалуете. Это яблоки из моего собственного сада. Вот. А это для вас. Кандиль китайка. Гражданочка. Сейчас. Простите. Раз, два, три, четыре. Ла-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Люда, что это такое? А что? Мои занятия требуют вдохновения и сосредоточенности. А у вас тут детские плащи крохнут железа. Это же невыносимо. Простите, Алла Владимировна, я взяла на дом работу. Починить корпусу плитки. Потому что у меня сейчас не хватает денег. Да, но зато о вас пишут в газетах. Но ведь вы же сами были в восторге от детей сначала. Прелестные крошки. Но я никогда не думала, что не застрянут здесь навсегда. Алла Владимировна. Сначала захватили мою площадь. Но площадь нам дал горсовет, а не вы. Горсовет? Может быть, обстановку вам тоже дал горсовет? Нет, обстановку нам дали вы. Мы вам очень благодарны за это. Вообще, прошу вас, не устраивайте мне здесь поместь детского сада с куслищным цехом. Кстати, шерпочка мне эта нужна. Какая наглость! Поставить их под моим окном, ну я этого не потерпела. Моя починница. Здравствуйте. Скажите, где я могу видеть гражданочку Брошкина? Брошкина я. Ух, великолепненько. А я ваш новый управдон, и вот вам повесточка. Бросаем вас на разгрузочку, уголечка. Какого уголечка? Черненького. Я не подлежу. Ах, виноват. У вас маленькие деточки. Да, деточки. Тогда вы действительно не подлежите. Произошла ошибочка. Простите. Алла Владимировна, какой у вас странный характер. Минуту назад вы ненавидели моих малышей, а сейчас вы с ними, нянечки, спрошу вас, отдайте мне их. А-а-а, стал быть, деточки не ваши. Да, но... Ну и чудненько, милости прошу на разгрузочку. Я не могу грузить уголь. Ничего не поделаешь. Времечко такое, которое и даночки нигде не работают, будьте любезны на уголечке. Мне нельзя. Я готовлюсь на сцену, у меня вокальный талант. А талант уголечку не помешает. А наоборот, под бодрую песенку способней грузить. Будьте добры, приложите вашу лапочку. Я не могу здесь расписываться. Мне нужно поговорить с вами наедине. Ну, можно и наедине. Но и наедине все равно придется отправиться на уголечек. Я вам представлю удостоверение из сека художника. Справку из детстолу. Я детечка. Заключение врачебной медицинской комиссии. И вообще, я могу представить любую документацию. Великолепненько. Платье этой гражданки пустить в продажу. Когда прийти за ответом? Дня через три. Это мое самое любимое платье. Скажите, а если я достану денег, я могу взять платье обратно? Конечно, пожалуйста. Любочка, привет. Здравствуйте, Владимир Спиридонович. Простите. Голубчик, вы видите, Любочка, как сложилась вокруг вас конъюнктура? Что вы хотите этим сказать? Я хочу этим сказать, что вы продали ваше лучшее платье. А вас это радует? Так и да, и нет. Вот, простите, вы халат берете? Заверните, голубчик. Теперь вы почувствуете последствия вашего легкомысля. Посмотрим. Вы посмотрите, а мы подождем. Долго будете ждать, Вадим Спиридонович. У вас есть вертинская? Нет, вертинского нет. Странно. Ну, какую возьмем, а? Я не знаю, по-моему, обе хорошие. По-моему, тоже. Гражданчка, можно вас на минуточку? Посоветите, какую нам коляску взять, а? А какую хотите, у нас всего две. Вот хотите эту, хотите эту. Это уж ваше отцовское дело. Ну, даже. Извините, но на вашем месте я выбрала бы эту. Чего? Она больше соответствует вашей профессии. В ней чувствуется романтика морских проскалок. Разве? Пожалуйста. Халатик и сумочка. Ох, спасибо, голубчик. Прошу. Так, транспорт имеется, шлюпка есть, все в порядке. Поехали. Сергей, робу для капитана забыли. Ах, да. Эх, вот жалко, да гражданка-то с пером ушла. Да она бы нам подобрала. Ну, ладно, поехали. Вот, кажется, знаток. Давай посоветуемся. Правильно. Простите, товарищ, я вижу, вы знаток. Вы можете нам посоветовать приобрести один подарок? Ну, короче говоря, женское платье. Ах, платье? А, ну да, понимаю. Конечно, на этот случай я вам могу дать бесплатную консультацию. Будем, благодать. Пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Прежде всего, возраст. Лет девятнадцать. Девятнадцать, значит, будем считать двадцать восемь. Цвет волос? Блондинка. Химическая, натуральная? Ну, мы еще не в курсе. А как насчет пероливания? Чего? Ну, худенькая, толстенькая. В этом смысле? Нет, девушка, нормальная. Нормальная? Тогда подберем, расплюнуть. Прошу вас. Спасибо. Вот это крайнее платье, я думаю, вам подойдет. Вы уверены? Ярабкин сказал, подойдет, значит, подойдет. Голубчик, прошу вас, покажите. Привет. Все хорошо. Спасибо. Ну, как думаешь? Возьмем? Возьмем. Заверните. Друг мой ласковый, где ты в этот час? Где ты, я жду тебя? В тихий звездный вечер Жду желанной встречи Сердце тоскует, любясь. Милый, доверься, слову признанья Быть хочу любимой и люби. Все, что мешает нашему счастью, Можно победить и позабыть, но Никогда не позабудешь То, чем душа вся полна То, что нам с тобой трепетно и нежно В жизни принесла весна Простите. Здравствуйте, здравствуйте. Как я рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это такое? Это небольшой катер времен Христофора Колумба. При нем шлюпка для ваших малышей. Вы принесли им подарок. Это от меня. И от него, конечно. Спасибо. И вообще мы решили взять над вами шефство. Какое шефство? Таково решение нашего штаба. Какого штаба? По нашей палате вы многодетная девушка, А мы одинокие солдаты. Живем на всем готово. Вот наш первый взнос. Что, что, взять деньги от посторонних людей? Нет, нет, я не возьму. Бери, бери, Любонька. Нынче многие военные помогают бабам растить ребят. Да, да. Алла Владимировна. Прошу вас. О, Вадим Спиридонович, Восслепительный, настоящий дракон. О, вы мне льстите. Ничего, какая экспрессия, гармония, шик. Крисенка. Нет, премия. Сюда. Садитесь. Хотите чаю? Мерси. Правда, без сладкого, ограниченный лимит. Зато из самовара. Мерси. Вадим Спиридонович, я поднялась к вам за советом. Чем могу? Вы человек опытный. Да. Руководитель. Да, да. С тех пор, как Люба усыновила этих близнецов, я совершенно потеряла покорь. Что вы говорите? Больше того, я потеряла металл. Золото? Нет. На нервную почву я потеряла металл в голосе. А-а-а. А вы знаете, у вас действительно металл в лоб. Ну вот, а потеря голоса для меня равносильно смерти. Ничего, дорогая моя, скоро снова запоете. Почему? Любочка откажется от своей затеи. Близнецы ее съедят. Нервность. Уверяю вас. Я сегодня видел собственными глазами, как она продавала в комиссионном магазине свою оригинальную упаковку. Шелковую. Шелковую. Цветочек. Цветочек. Эпош. 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 Горячая. Совершенно верно. Сколько раз я предлагала ей сменять ее на свиную тушенку. Поздно, дорогая моя. Я сегодня видел, как оно уплыло вместе с двумя моряками. Каким образом, как? Мое платье. Как оно к вам попало? Из комиссионного магазина по рекомендации одного специалиста. Океанский привет. Вот вы кого благодарите. Это он нам посоветовал купить именно это платье. Вы? Именно, Любочка. Я хотел, чтобы она вернулась непременно к вам. Грузи пожар, но ты себя не мучай. Вы знаете, я теперь все время думаю о вас. Да? Да. А вы? Что? Вы думаете обо мне? Да. Я счастлив. Газировочки! Пожалуйста. Пожалуйста. Лиза, вы нашли детей, а я нашел вас. Разрешите мне каждый месяц помогать им. Что это? Деньги? Да. Что вы? С какой стати? Мы вместе несли детей по улицам города. А теперь вместе понесем их по улицам жизни. Нет, 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 нет. Ни за что, ни за что, ни за что. Нет, не спорьте. Я сказал, так и будет. До свидания. О, тут. Ну, простите, пожалуйста. Виноват. Мечтаем, чтобы вы нас напоили. Вам с сиропом или без? Мне без сиропа. А мне с сиропом? Пожалуйста. Это что такое? Вы просили с сиропом. Нет, я говорю, вот это что такое? Вот этот человек будет Люби помогать воспитывать детей. Люби? Простите, виноват. Эй, Крыштач, Крыштач! Гражданин! Эй, товарищ! Минуточки, яблоки-то! Потерял граждан, товарищ! А ты не знаешь, что это? Понятия не имею. Что вы хотите? Ему, значит, мороженое, а мне кружечку. Вам с сиропом? С сиропом. Люба! Твое платье! Ага. Новая коляска откуда? Нашлись люди, которые сочувствуют мне и будут мне помогать. Тогда, вот тебе еще. Что это? Деньги. От кого? Принес один человек, он тоже тебя сочувствует. Кто такой? Зачем тебе знать? То есть, как зачем знать? Человек мне приносит деньги, а я даже не буду знать, кто такой. Он прочел о тебе в газете. А почему же он передает деньги через тебя? Ну, ему сказали, что я твоя сестра. Вот что. Я прошу тебя немедленно возвратить ему деньги и больше никогда этого не делать. А как ты думаешь, любит она меня? Кто? Любит. Конечно, любит. Пожалуйста. Порез. А что, я ей буду неплохой муж? Конечно, ты же, в общем, хороший парень. Вот встречу и скажу. Молодец, правильно. Ну, их пускай подождет до конца войны. А если она тебя ждать не будет? А кого же? А вот этого гуся лапчатого. Ну, зачем ты казенный инвентарь, Порич? Ты лучше ешь мороженое. Не, он что, курить охотно. Дай перо. Пожалуйста. Спичка есть? Вот, спички нет. А я пойду прикурю. Пожалуйста. Люба, вы? Сережа, здрасте. Здрасте. Гуляете? Да, вот по случаю выходного дня обновляем ваш подарок. А вы отдыхаете? Да, где-то основное занятие раненых. Простите, у вас нет спичек? Я не курю. Я огонь имею. Пожалуйста. Благодарю вас. Извините, но мы, кажется, знакомы. Позвольте, романтика морских просторов. А где же ваша палка? Да нам теперь больше не нужна. Лечение окончилось. Скоро опять во флот. А что же вы мне об этом раньше ничего не сказали? Не успел. Люба. А? Люба, мне нелегко будет с вами расстаться. Мне тоже. Сережа, я к вам за это время очень привыкла. Я тоже. Значит, вы покупали коляску не для своих семейных нужд? Нет. А для кого? Так, для одной знакомой девушки. Детскую коляску для знакомой девушки? Пекрасно. А вот и она. Пришвартовывается к нашей пристани. Нет, спасибо. Малышам спать пора. Пора разрешить присоединиться к вам. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь. Мы знакомы. Муж Юбочки и друзья детства. Пока ты прикурил, твое мороженое успело растаять в организме этой дамы. Боже мой, Юбочка, мне сказали, что вы продали это платье. Какая гнучная инсинуация. Да нет, Алла Владимировна, все это верно. Ну, все сказал, что хотел. Почти. А ты узнала, с кого она получает деньги? Вот насчет денег неудобно. Что ж ты? Ни слова друг мой не вздоха. Разрешите вас конвоировать? С удовольствием. Люба, скажите, вы всегда говорите правду? Всегда. Почти. А что? Так. Вы любите поэзии? Нет, я предпочитаю проживую. Странно. А я обожаю стихи. Скажите, а кто вам сегодня оставил деньги в конверте? А откуда вы об этом знаете? От вашей сестры. Напрасно она вам об этом сказала. Почему? Так. Скажите лучше еще что-нибудь. Люба, я хочу вам сказать. Само садик я садила, Само буду поливать, Но наука нас мучила, Чтобы почва сад взрастила, Почку надо удобрять, Чтоб воды произрастал, Что он взял, Что он взял, Что он взял, Что он взял, Прекрасный сад. Вы меня подозревали, Что для почвы нужен калий, И к нему, Что? Супер. А, фосфор. Садовод большая сидела, Я прошу не забывай, Даже песня нас учила, Само садик, Где я садила, То само буду поливать. Хрурр! Хрурр! Ах, это вы? Да. Я холымима услыхала, Как вы поете, У вас чудесный голос. Что вы, что вы. Ой, какие у вас яблоки. Это мой первый гибрид. А как они называются? Лиза. Что? Нет, в вашу честь, Я назвал этот сорт Лиза. Этот плод благороден, Вкус его изыскан, Попробуйте. Страшная кислятина, фу! Не может быть, У него должен быть Винно-сладкий вкус. Алеша, Алеша, С кем ты там разговариваешь? А, вот тебе твой... Что? Суперфосфат. Здрасте, Лизонька. Ну, как поживают наши малыши? Как они развиваются? Ничего себе! Нормально развиваются. А почему вы их не принесете к нам? У нас великолепный воздух. Ну, я думала, Они вам будут мешать? Наоборот! Мы без них скучаем. Я, как дедушка, Требую, Чтобы вы их Непременно принесли к нам. Хорошо. Непременно. Ну! До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Товарищ заведующий, Прошу вас, Замените мне Суфу Крузы на компот. Сенечка, заменим. Благодарю вас. Да-да, Еропкин на проводе. Еропкин. Милиция? По розыску? Меня? За что? Один момент. Тише, граждане. Я на пробке. Да-да, Еропкин вас продолжает слушать. Нашлась? Жива? Жива, жива, жива. Уточним некоторые обстоятельства И сообщим вам дополнительно. Товарищ начальник, Персональный привет. Да-да, Разрешите? Доктор, Прошу вас, Здравствуйте, профессор. Профессор? А, оригинально. Чем могу? Вадим Суридонович, Распорядитесь, А товарищ меня вне очереди. Ну, это в нашей власти. У меня сегодня Исключительный день. А что такое? Кончается Наша холостяцкая жизнь. Как? Вы женитесь? Да. Я, то есть Становлюсь дедушкой. Сразу? Ну, оригинально. Судьба посылает моему сыну Одну молодую особу Вместе с детьми. А вы знаете, Между нами говоря, Мне тоже судьба планирует Одну молодую особу, Но без детей. Оригинально. Оригинально. Прошу, прошу. Синечка. Я? А товарищ мне очереди, Котинка. Пожалуйста, Пожалуйста, А товарищ академик. А почему мне очереди? Не могу сказать. Эту песню мою Для тебя я пою, Ты запомни ее навсегда. Надо мной, Над тобой, Над широкой землей, Словно струны Поют провода. Если, милые, Вдали Телеграмма пошли И печаль пропадет И без цвета. И горячий привет, И сердечный ответ. Принесут, Принесут Равнодо. И горячий привет, И сердечный ответ. Принесут, Принесут Равнодо. Буду слову верна, Буду няжность береть, Не забуду тебя Никогда. Здорово, Здорово, Буду вечером Ставайтесь, Все несут, Померут провода. Мы заветные порой Будем вместе с тобой, Но когда же Это будет, Когда И надежды мои, И дыхание любви, Зарезут, Зарезут провода, И надежды мои, И дыхание любви, Все несут, Зарезут, Лиза, Наконец-то. Здравствуйте. Что это вы так тяжело дышите? Тяжело, Боялся опоздать. Точность в вашем возрасте Это редкое достоинство. Алеша, Боялся, 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 Это опять вы, Товарищ монтер? Что вы там делаете? Да, это я, доктор, Но на этот раз я вас включаю. Меня? Ага. Великолепно, Великолепно. Теперь, доктор, Вы можете держать Своих клиентов под током Хоть целый день. Очень рад. Пойдемте, Я распечатаю ваши патроны. Пойдемте, Затем, Что? Ранец. Нет. Ой. Это? Это золотой-золотой Парсион. Пармен. Да? Угу. Вот это? Шатран. Нет. Лиза, С сегодняшнего дня Вы должны остаться С нами навсегда. Вы согласны? Да. А дети как же? Дети? А? Лиза, Ну, как вам не стыдно Задавать такие вопросы? Ну, где вы, Там, конечно, И они. Да? Да. Ура! Вечером будет свет. Пришел мэктор. Кстати, Чудесная девушка. Похожа на вас. Пойдемте, Я вас познакомлюсь. Нет, благодарю вас. Мне нужно с ними гулять. Это я сделаю Не хуже вас. Правильно, папа. На, возьми. Я уложу их спать В гамак. Пойдем. 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 Приководный сад. Не назревали. Вся для почвы. Немкали, И к нему тупо посад. Пру-пру-пру. Здравствуйте, Федор Бедрович. А, кто это? Здравствуйте, доктор. А, здравствуйте. Чем я обязан вашему посещению? Дело в том, что на днях мы заканчиваем свое лечение. Я очень рад. И это благодаря вашим процедурам, доктор. А, я говорил, что электризация это потрясающий средство. Великолепный, доктор. Поэтому мы решили вам преподнести небольшой подарок. Это от нас и... Да, и от палаты выздоравливающих. Не, Свет, ну что, у меня есть палка. Нет, доктор, доктор, обратите внимание. Обратите внимание, какая палка, вы смотрите. О, палка-зонд. О, гибрид. Оригинально. Тронут. Пожалуйста. Тронут. Вот это моя комната. А теперь она будет нашей. Вот здесь мы поставим зеркало. Ну, стол мой отодвинем сюда, а... Нет, стол в уголок. Здесь я поставлю шкаф с зеркалом. Там тумбочку. Какую тумбочку? Обыкновенную. Какую? Ну, тумбочка на тумбочке, салфеточка на салфеточке, вазочка, а в вазочке цветочки. Да нет, здесь так много солнца, нужно поставить детскую кроватку. Ой, про детей я совсем забыла. Сейчас я вам тоже преподнесу сюрприз. Какой? Узнаете? Как же вы... Как же они к вам попали? Каким образом? Эти птенцы окончательно нашли свое гнездо. У вас? Да. Их мама выходит замуж за моего сына. А вот и он. Очень хорошо, что мы сели. Мы сейчас все вместе по-семейному выпьем чайку. Алёша! Алёша! Поставь самоварчик. Сейчас, папа. И я с вами. Пойдемте. Что такое? Я вас тут подожду. Ну, хорошо, я быстро. Вы что, уже уходите? Да. До свидания, доктор. Ну, теперь у вас все в порядке. Только у меня к вам маленькая просьба. Какая? Проверьте, пожалуйста, мою аппаратуру. Ну, хорошо. Только для вас, доктор. Что тут у вас? Да у меня, кажется, контакты шалят. Теперь мне ясно, почему она не сказала, от кого получила конверт с деньгами. А ты что, я спрашивал? Спрашивал? Нет, ты мне сказал. Садись. Надо проститься с доктором, иначе наш уход будет похож на хамство. Да не могу я здесь от того. Да погодися от тебя. Что ты с ума сошел? Что ты психуешь? Вот иди собирай теперь. Да доктор подумает, что мы пришли воровать. Ну, и пускай думают, мне теперь все равно. Ну, я чувствую. Но чувствовать мало, надо понимать. Да понимаю. Да ну, друг ты мне или не друг? Друг, друг, только собирай, ради бога. Спасибо, дитя мое. Не стоит. Вы очаровательный монтер. Позвольте, я вас поцелую по-стариковски. Сергей, ты оказался прав, нам действительно здесь делать нечего. Пошли. Нет, постой. Вот теперь-то уж я ей все скажу. Все роет не скажешь. Ну нет, ты еще меня плохо знаешь. Сережа, как вы меня здесь нашли? Конечно, вы не ожидали этой встречи. Что с вами, Сережа? Почему вы так со мной разговариваете? Ну, по-моему, не трудно догадаться. Я все знаю, я все видел. Что вы знаете? Все. Сережа, вы меня обижаете своими догадками. Ну, это лучше, чем обижать поступками. Я не знаю, что я вам такое сделаю. Что вы? Ну, вы. Пошли, Сергей. Из вашего сада. Закройте шлюз, жених. Сергей, подожди. Сережа! Сережа! Куда? Полый вперед! Когда, наконец, вы подпишите пончики? Когда будет тара. Вадим Спиридонович, у меня тара есть. Простите, по трансам. И транспорт стоит. Да все могу добрать сразу. Сразу. Ага. Мясо? Мясо 200. Жиры 100. Остальное? Яичным порошком. Ага. Не могу. Вадим Спиридонович. Не могу. Вадим Спиридонович. Что выбросил? Язык. Зажми язык, пусти селедку. Есть пустит селедку. Товарищ заведующий! Товарищ заведующий! Мне косирша неправильно выбила мозги. Сережка, меня нет! Возмутительно! Да-да! Лизочка! Вадим Спиридонович! Что такое? Вы плачете в рабочее время? Вадим Спиридонович, отпустите меня. Мне надо уехать. Куда? Боряком. Зайдите ко мне. Что случилось? Вадим Спиридонович. Успокойтесь. Выпейте воды. Это же водка у вас. Что такое? Водка. Водка? Не может быть. Да, ну да. Нет, нет. Это, понимаете, вода. Сырая. Это уборщица перепутала. Вот. Выпить водки печеной, это значительно приятнее. Это просто у нас, что у нас есть. Ну, рассказывайте, что случилось. Вадим Спиридонович, я пришла вам сдать киоск. Лучшую газировочную точку в городе? Да. Ай-яй-яй-яй! И это говорит продавщица первой руки? Ну подумайте, отчего вы отказываетесь. Центр города, лучший киоск, золотое дно, прииск! Подумайте и не отказывайтесь. Не могу, Вадик Спиридонович, я должна уехать. Я окончательно запуталась, у меня большая утрата. Растрата? Тссс! Понимаю, растрат это бич в торговой точке. И на много у вас это тралевали? Чего? Я говорю, сиропы на много растратили? Как вам не стыдно? Я человека потеряла. А, ну это не страшно. А мне он дороже всех ваших сиропов на свете. Принимайте дела. Халат, стакан, выручь. Что ты делаешь? Уезжаю. Куда? Куда? Еще не знаю. Лиза, милая, что с тобой-то? Сегодня я потеряла самого дорогого человека. Ты? Совершенно запуталась. Понимаешь, он думал, что я это ты. Ты это я. Что-что? Что? Ну он думал, что детей усыновила не ты, а я. А я обманывала и скрывала правду. А зачем ты скрывала правду? Мне было стыдно, я боялась, что он меня разлюбит. Кто он? Ты знаешь, Алеша Листопадов, помнишь, который детей принес? Ты еще тогда подумала, что он ненормальный. По-видимому, я тогда ошиблась. Что с тобой, Люба? Лиза, я завидую тебе. Ты счастливее меня. Почему? Тебя заодно только предположение человек полюбил. А меня за этих малышей оскорбил и назвал лицемерным. Кто такой? Ты знаешь Орликов, Сережа. Тот моряк, который тогда малышей принес. Люба, я хочу тебе сделать одно предложение. Какое? Давай их воспитывать вместе. Я согласна. Но только не советую тебе делать этого теперь. Почему? Потому что он может подумать, что ты снова можешь его привлечь к себе. Ты права. Я уеду и ему обо всем напишу. И пусть он забудет меня навсегда. Здравствуйте, товарищ Листопадов. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите к вам на минутку? Говорите оттуда. Понимаете, у нас очень интимный вопрос. Мы скоро уезжаем и хотели бы передать вот эти подарки вашим детям. Детям Любой. Вы хотите сказать Лизы? Я не понимаю, почему вы из этого делаете тайну? А я не понимаю, о чем вы говорите. Лизы? Любой! У этого жениха от счастья компас испортился. Точно. Тогда разрешите нам поговорить с вашим папой? Папой? Ну да, лично. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, у вас папа врач? Да, а что? Поговорите с папой. Ну. Ах, вы звонкие пташки-младенцы, Конорейки-скворцы-соловьи, Иждивенцы мои, потребленцы, Таракашки-букашки-бжуки. Вадим Спиридонович, я не узнаю вас. А вы меня мало знаете, Любочка. Вы же их видеть не могли. Совершенно верно. А теперь люблю, даже обожаю. Вот видите, и шкатулочку музыкальную подарил. Это просто необъяснимо. Все течет, о, все изменяется. У-у-у, они спать хотят. Пойдемте. Пойдемте. Любочка, так как у вас с морячками вышел конфликтик... Откуда вы знаете? Из достоверного источника. Разрешите, так сказать, взять быка за рога. Что такое? С этой минуты помогать вам воспитывать вот этих вот дармоедиков. Вадим Спиридонович, я ее взяла не для того, чтобы мне помогали, а для того, чтобы я им помогала. Ах, Любочка, теперь вы с ними для меня одно целое. Нет, благодарю вас, Вадим Спиридонович. Хотя я очень рада, что вы так резко изменились к детям. Заблуждался. В порядке самокритики могу прямо сказать, заблуждался. Мое почтение, сэр. Здравствуйте. А, активисту привет. Товарищ Карасева, к вам можно на минуточку? Пожалуйста, заходите. Пожалуйста. Прошу прощенница, я вам жировочку за истекший месяц принес. Спасибо. Прошу. Кстати, по поводу газетной заметочки благородный поступок. Наше жилуправление решило с активным жильцом устроить небольшое заседание. А что же вы от меня хотите? Присутствовать лично и быть, так сказать, почетной гостьей. Ну что вы, можно и без меня? Не, не беспокойтесь, все будет отмечено очень скромненько. Что значит скромненько? Товарищ управдом, товарищ управдом, такие факты не отмечают, такие факты поднимают. Только руководитель, страдающий близорукостью... Разрешите поправить, пожалуйста. На старости летки я страдаю не близорукостью, а дальнозоркостью. Тем более, дорогой мой, вы должны видеть перспективно, вы должны, так сказать, дать широкий ход массовому движению по уставлению детей. Совершенно верно, товарищ Яропкин. Но эту темочку мы не можем сами поднять на должную. Ну, девушка, дорогой мой, девушка. Слушайте, а может быть, вы нам сделаете докладик? Доклад мне делать некогда, дорогой мой. А вот, так сказать, выступить экспромтом, зажечь аудиторию и дать установку массам, это мы можем. И вы нас не подведете? Ну, с кем вы имеете дело, дорогой мой? Яропкин сказал, все, значит, все. Ну и чудненько. Да? До свидания. До свидания. Предупреждаю, не завалите дело. Проблема требует размаха и, так сказать, праздничного фона. Совершенно верно. Ну вот и возьмите, например, оркестр у пожарной команды. Товарищ Яропкин, но они не согласятся? А, ерунда, у нас согласятся. Передайте от моего имени, что будет выдано по полкило джема на каждую музыкальную единицу. Музыкальную? Ну, активистов тоже не обидим. Джем. Джем. Половарение. Половарение. Чудней. Работайте. Оригинально. Доктор, доктор, вы уверены, что здесь недоразумение в нем замешано обе сестры? Это так же ясно, как... Ой, за что я зацепился? За собственного сына. Алеша, ты вечно мне мешаешь. Прости, пожалуйста. Друзья мои, нам надо торопиться. Скорей! АПЛОДИСМЕНТЫ Общая собранница нашего жакта считаю открытым. Повесточка дня вам известна. Слава и верит гражданочка Бурошкина. Прошу. Товарищи, благородный поступок Любы Карасевой в моей квартиранке взволновала меня до глубины души. Буду краткой. Подхожу к вопросу по-деловому. Даю обязательство взять на воспитание какого-нибудь малыша. Вот мое заявление. АПЛОДИСМЕНТЫ Разрешите огласить? Прошу. Дело в том, что гражданочка Бурошкина подала мне не заявленица, а повесточку, в которой сказано, что она мобилизована на труд работы, и ей завтра надлежит явиться на сборный пунктик. Это не та бумажка. Это же не та бумажка. Нет, именно это та бумажечка. А ребеночек ей потребовался для того, чтобы не ехать на разгрузочку уголечка. Понятно? Клевета! Грустые, грустые! Я протестую! Грустые! 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 Что вам угодно. Они. Они. Зернышки. Вы мои родные. Дорогие вы мои. Я правда. Я правда. Люба. Люба. Товарищи. 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 Я пошел. Нет, товарищ начальник. Вы подождите. Как бы чего не вышло. Вот она. Золотая вы моя. Дайте я на вас погляжу. Вы сохранили для меня самое дорогое в жизни. Граждане. Кий Юрий Цезарь в таких случаях говорил. Товарищ Еропкир. Вы хотите сказать Кай Юрий Цезарь. Я хочу сказать, чтобы ты мне не мешал. Шпингалет. Учить тоже вздумал. Да. Что я хотел сказать. Да. Так вот я и говорю. Кай Юрий Цезарь в таких случаях говорил. Стыд и позор эгоистам. И мне стыдно, граждане, что я и моя база живем под одной крышей с вышеупомянутой гражданкой Брошкин. И мне стыдно, что я дышу одним воздухом с этой гражданкой. И мне хочется открыть пасть и выкинуть этот воздух из себя с гневным криком. Позор! Говорю по буквам. Петр, Ольга, Захар, омлет, рафинад. Позор! А где же ваш муж? Он оставил нас, когда еще малышей не было на свете. Дети, это моя слабость. Я бы сказал, мое больное место. И я призываю вас, женщины! А как же вы нас-то нашли? Какой-то добрый человек в вашем городе упорно разыскал меня через милицию. А, кстати, вот он, Легок на помине. Люба Карасева. А, пункт! Закругляясь, я подвожу итог. Нашим близнецам подвезло. И в этом видна рука судьбы. Они нашли свою настоящую родную мать. Верно, Вадим. Полина? Да, я Полина. Это ты, Мерзавец? Это я, Мерзавец? Нашими. То есть, что значит, нашими? За теми, которые родились после твоего бегства. Эха, вы хотите сказать, после моей эвакуации? Вот что я хочу тебе сказать! Осторожней, Пинзавец! Да, 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 осторожней, осторожней. Мы еще с тобой обретимся! Правильно, 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 правильно. Ничего, граждане, своевременная сигнализация. Значит, ты окончательно решила уехать? Да. Прощай, Лиза. До свидания, Люба. Одну минуточку, я сейчас. Лиза! Вот вам письмо. От кого? От меня. В нем я написала всю правду. Я не буду читать ваше письмо. Я все прочту в ваших глазах. Не расстраивайтесь. Вы еще девочка. У вас все впереди. Любовь, муж и дети. Нет, ничего уже этого у меня в жизни больше не будет. Люба! Пошли, пошли, пошли. Люба! Люба, простите меня. Люба! Товарищ Еропкин, что с вами? Вы больны? Нет, Еропкин здоров, но дух его дал утечку. От вас еще дача? Дача? О, у вас ярко выраженный. Я лапицер. Нет, статус депрессива. Утечка и утруска сразу. Нет, подавленное психическое состояние. Вам нельзя оставаться одному. Что вы говорите? Да, пойдемте, я вас провожу. Куда? Домой. А, домой. Поехали, поехали. Поро, что-то, что-то. Тихо, 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 тихо. Поехали. Поехали. Полиночка, ты хотела со мной объясниться? Раздумала. Почему? Я ухожу. Куда? Мне стыдно с тобой жить под одной крышей. Что ты говоришь, Полина? Да, и бежать с тобой одним воздухом. Товарищ Еропкин. Да-да. Ревизия. Что ты говоришь? Да-да-да. Судьбы. Ах, вы звонкие, пашки, малышки, Галыши, глупы, шифер, масты, Это песня для вас, ребятишки, Это песня про вас, близнецы. Вы растите, не бойтесь, не натяне, Поднимайтесь, стройные земли, Мы наследники мира и счастья, Свет и радость советской страны. Субтитры создавал DimaTorzok